Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня известный украинский политолог Фан Бортник. Руслан, здравствуйте, Радвик. Да, здравствуйте, Вадим, приветствую вас. Руслан, прежде всего хочу вместе с вами обсудить сложившуюся ситуацию на фронтах российско-украинской войны. В первую очередь у нас в фокусе, внимание, Торецкое, Покровское направление, но и, конечно же, мы не забываем о происходящем в Курской области. Хочу услышать ваш анализ. Украина пытается сейчас перехватить военную инициативу впервые, наверное, с июня-июля прошлого года и пытается поменять вообще характер войны. Вот тут хочу, чтобы вы поняли, что происходит, потому что мало кто понимает. Украина пытается, с учетом того, что вооруженные силы России больше, ресурсов резервов больше, простая фронтовая война, она ведет просто к ползучему российскому наступлению, что мы наблюдали на начале этого года, и ведет в конечном итоге к потере территории, к серьезным внутренним политическим проблемам для Украины. Сейчас Сырский пытается сделать войну другой. Перевести ее с фронтовой окопной, вернуть ее в стадию маневренной войны. Маневренной. Какой она была на начале российского вторжения в Украину, и какой эта война была осенью 2022 года, когда шли бои за Харьковскую и Херсонскую области. Только в маневренной войне Украина имеет преимущество. Потому что украинские войска более мобильные из-за поставок западных вооружений. У них лучше разведка. В принципе, в Украине больше частей, которые соответствуют понятию спецназа и специальных операций. То есть, если сравнивать просто части высокой подготовки, то в Украине на данный момент их, скорее всего, больше. Именно поэтому Украина жертвует, условно говоря, даже частью территории и оборонной тактикой на Покровском направлении, или даже на Запорожском. Но пытается активно качать Курскую, Брянскую, Белгородскую область. Возможно, пойдут новые наступления. Это тактика, знаете, встречных ударов. Попытка разбалансировать линию фронта. Вывести ее с окопного оцепенения и снова вернуть войну в стадию игры в кошки-мышки. Да все друг за другом гоняются, обороняя только большие укрепрайоны или большие населенные пункты. Вот что происходит стратегически в этой войне. Вот это главный вывод. Не Курская операция куда зашли, и не Покровская операция куда зашли. Вот это главный вывод. Вот лето, осень этого года. Если Украина преуспеет в этой войне, ей удастся нивелировать преимущества России, и ей тогда удастся сводить войну к какой-то ничье, как минимум на данном этапе, будет новая точка баланса. Если не преуспеет и потеряет важные резервы, высокоподготовленные войска, высокомобильные войска в данном случае, тогда ситуация действительно может ухудшиться. Но вот Украина сейчас пытается провести коренной перелом войны. Вернуть ее в маневренную, дестабилизировать все фронты, нивелировать российское преимущество в людях, в технике, в ресурсах и резервах, которые Россия сегодня имеет. Очень интересный этап, достаточно неожиданный. И как следствие этого будут, конечно, формироваться и политические риски. Потому что следствием этой войны станет то, что Украина будет занимать и терять территорию. Причем снова станут возможны глубокие прорывы. То есть прорывы на глубину в 20-30 километров, даже больше. Потому что где-то линии фронта вообще нет. Украинская армия истощена, истончена. Только до опорных пунктов. Где-то снова нет цельной линии фронта. А где-то будут формироваться лезвия и ударные кулаки. Продолжение тех выводов, которые сделали. Wall Street Journal пишет о том, что несмотря на успехи Украины в Курской области, для России возвращение этих территорий под свой контроль может быть второстепенной задачей. Пишет об этом издание со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра Корнеги Татьяну Становую. По ее мнению, у России есть более важная стратегическая цель. Это продвинуться в Донецкой области. Она полагает, что в Москве нет особой паники по поводу ситуации в Курской области. Путин практически ничего не говорит о той обстановке, которая сложилась начиная с 6 августа. Он провел только два заседания Совбеза. И больше ни слова, больше практически ничего. Только Медведев вышел и сказал, что теперь уж точно никаких переговоров. По словам ее, Путин не думает, что наступление украинских войск оказывает большое влияние на его более широкий стратегический расчет, а в центре этого расчета захват всей Донецкой области и в конечном счете коллапс украинского правительства, чтобы облегчить путь к переговорам в пользу России. Есть такая логика. И более того, первичная реакция российского руководства, резкая реакция, она сменилась молчанием. С одной стороны, Путин и высшее руководство не хочет говорить о проблемах. Также это попытка в какой-то мере замолчать ситуацию. Ну, если ты будешь постоянно говорить о проблемах, проблемах, то общество будет волноваться, разочаровываться и все остальное. Более того, часть, насколько я понимаю, российского военного руководства убеждает Кремлю, что украинское вторжение в Курскую область играет на руку Кремлю. Сейчас объясню почему. Потому что, во-первых, расширяется линия фронта. Еще добавились участки. Линия фронта за счет Курского вторжения выросла как минимум на 300 километров. А напомню, что все-таки расчисленность российской армии больше. Потенциально ей выгодно расширять линию фронта. Во-вторых, ястреби в российском руководстве говорят, ну вот пускай теперь наши ваньки почухают репу. Не хотели идти в армию? Не хотели воевать, защищать свою страну, ее интересы? Вот пускай теперь собирают манатки и валят беженцами вглубь территории. То есть они пытаются использовать это как элемент усиления мобилизации. Как попытка немножечко, скажем так, российское общество, ее мужскую часть постряхнуть. Заставить их идти в армию и все остальное, как аргументация. В-третьих, а это мне уже говорят западные военные советники, а куда Украина наступает? Anywhere не отвечают. В никуда, в пустоту. Поскольку условно перерезать какие-то в этом регионе важные логистические линии, невозможно, их там нет. Принципиально важных этих логистических линий. Взять Курчатов или Курск с этими силами невозможно. Для этого нужно вывести наши вооруженные силы, наверное, с Донбасса, для того, чтобы Курск взять. Куда? И это российская логика. Конечно, она не учитывает. Это российская логика и часть логики западных союзников. Поэтому такие осторожные публикации в западных медиа, они говорят, что ситуация только развивается, рано еще делать оценку. Хотя, конечно, это играет роль дестабилизационную для российского общества в любом случае. Это показало слабость российской армии. Мы сегодня с коллегой обсуждали. Представьте себе, что, условно говоря, мексиканские войска зашли на 30 километров вглубь территории США. И в США нет конвенционных возможностей остановить это наступление. Наверное, сразу бы мы увидели все реальные красные линии. А все это показывает, что в России эти красные линии, они на самом деле резиновые. Это красные резинки, а не красные линии. И все это бьет по репутации России, все это бьет по репутации Кремля, по Путину. Не так, возможно, глубоко, но все это наносит, безусловно, ему ущерб. Но вот они выбирают сегодня такую стратегию. Они хотят, чтобы Украина завязла в Курской области. Помните, как эта сказка о соломенном бичке, которого сделал хозяин, которому там все звери его приходили бить, этого соломенного бичка, и увязали в этом соломенном бичке. А потом хозяин приходил и делал с этими зверями, что хотел. Вот Россия пытается превратить Курскую область в соломенном бичке для Украины. Западные союзники опасаются этого. История, выводы делать по Курскому наступлению, кроме тактического военного успеха и урона по российской репутации, все остальные выводы делать еще очень рано. Надо подождать еще как минимум несколько месяцев, наверное, чтобы тогда можно было бы сделать выводы, была ли это стратегическая операция, которая переломила ход в войне, безусловный успех Украины, или все же эта операция стала следствием ошибочной оценки ситуации. Именно с точки зрения политика военной. Кстати, сейчас российские военкоры, они разогревают, подогревают достаточно такую интересную тему, что, мол, Украина намерена 6 сентября в Курской области провести референдум о присоединении к Украине. Что вы об этом думаете? Ну, это было бы удивительно, поскольку мы выборы провести не можем на своей территории. Какой референдум на российской? Я думаю, что российские военкоры пытаются делать хорошую работу и пытаются углубить этот кризис внутри российского общества, показать, что мы потеряем территорию. Мы пошли в атаку и попали в плен. Вместо того, чтобы присоединить Новороссию и Донбасс, мы сейчас потеряем Курскую область. Это попытка, знаете, как подразнить, подраконить Кремль, подразнить общественное мнение. Я не вижу сценария сейчас, чтобы Украина собиралась проводить какой-либо референдум на этих территориях. На этих территориях и людей особо не осталось. Да и, понимаете, Украина сейчас не создает даже видимость какого-то общественного представительства этих регионов. Референдум может проводить какие-то комиссии, которые управляются какими-то хотя бы самопровозглашенными органами власти, органами власти де-факто. А Украина создала там комендатуру военную. То есть она рассматривает эти территории как территории временного контроля, как территории нашей оккупации. Поэтому я думаю, что это нереалистичный сценарий. Если же мы там увидим на этих территориях представителей российской оппозиции, которые начнут разворачивать свои структуры, там, свободная Россия или что-то такого, вот тогда это будет знак в отношении того, что, возможно, Украина решила поиграть в КНР, Курскую Народную Республику, вернуть России и ее технологии таким образом. Но не сейчас. Пока что, мне кажется, это абсолютно нереалистичный сценарий. По поводу российских оппозиционеров, а почему их до сих пор там нет? Украина не пускает. Украина не пускает. Украина не пускает их туда, потому что тогда бы это выглядело бы как подготовка к коннексии этих территорий. И со стороны Украины. Или это выглядело бы как подготовка создать альтернативную другую Россию на территории России. Условно говоря, белогвардейскую Россию. Или даже локотскую какую-нибудь республику. Там много всяких примеров. А это уже противоречит логике договоренностей между Россией и Западом. По стратегической стабильности. О том, что режимы не качаем. Не делаем ничего, что может трактоваться как попытка сменить власть в России, в США и в других странах. А это будет прямой вызов этим договоренностям. Вот поэтому Украина не пускает, потому что западные партнеры против. Но ситуация может поменяться. Ситуация может поменяться. Если расчет на то, что вторжение в Курскую область поменяет ход войны, расчет на то, что вторжение в Курскую область увеличит западную военную и финансовую помощь, такой расчет тоже есть, не оправдается. Тогда и стратегия Украины в отношении этих территорий тоже может поменяться. После двухнедельного перерыва со своим собственным телеграм-каналом на связь вышел Дмитрий Медведев, который написал о том, что существовала одна опасность. Переговорный капкан, куда Россия могла угодить при определенном стечении обстоятельств, а именно ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом с неясными перспективами и последствиями. После Курской области болтовня неуполномоченных ни кем посредникам на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров. Ну, общеизвестно, что у Медведева на языке, то у Путина на уме. Только неизвестно, когда. Утром, в обед или вечером. До или после. Неизвестно. В чем Медведев прав? В том, что результатом Курской операции стала победа партии Ястребов с обеих сторон. И в России теперь любые переговоры с Украиной до завершения Курской операции очень непопулярная тема. Вы что, торгуете нашими землями, нашими территориями? Наши деды на Курской дуге отстояли. Понимаете? И в Украине любые переговоры сейчас будут выглядеть как сдача. Как отказ от успеха. Как отказ от победы. Ведь можно же дальше наступать. Наша риторика говорит. Ну и западные ястребы тоже не говорят. А какой смысл договариваться, если Украина способна наступать и вообще победить Россию? Смотрите, что она делает на ее территории. Ястребы со всех сторон, безусловно, победили в этой ситуации. Тут в этой части медведев право. Стоит ли этому радоваться, я бы не спешил. Потому что это означает, что война продолжится, люди продолжат гибнуть, страдания людьми продолжатся. То есть, возможно, это радость для определенных политических кругов. Но это просто означает продолжение войны и осложнение любых договоренностей переговоров в будущем. Официальные лица США обеспокоены, что продолжение курской операции может слишком растянуть украинские силы. Об этом пишет NBC News со ссылкой на свои источники. Это, безусловно, продемонстрировало креативность и доблесть украинцев. Но когда дело доходит до их долгосрочных целей, это то, что мы все еще обсуждаем с ними, заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Американцы говорят о риске, что линии снабжения Украины могут оказаться перенапряженными, а также о сложности удержания захваченной территории. Ну а по поводу удержания, я напомню нашим зрителям, что вы неоднократно говорили, что одна из целей – это удержать эти территории в Курской области до 5 ноября, до дня выборов президента США. В идеале до конца войны, но хотя бы до 5 ноября надо держать. Для того, чтобы когда будет встреча уже с будущим президентом США, с президентом Elected, который избранным президентом, чтобы можно было претендовать на сохранение и увеличение американской военной помощи, чтобы можно было бы настаивать на том, что украинский голос и украинская позиция должна быть ключевой для формирования модели завершения войны, для мирного урегулирования. То есть украинский план должен быть основным. Поэтому да, и Литис, и БЕС тоже пишет о том, что мы говорим, что это растягивает линию фронта. И это может играть на самом деле против украинских интересов. Пока рано сделать выводы. Посмотрим, как вот эти два встречных сражения, Покровская и Курская, какой будет, как дебет с кредитом сойдется, какой будет сухой остаток, кто останется в прибыли в этой ситуации. Потому что Курскую область по итогам войны нам все равно придется, скорее всего, оставлять. Международная признанная территория России. А вот захочет ли Россия оставлять захваченные территории Донбасса, которые по конституции России тоже территории России. Это открытый вопрос. Киев Индепендент, со ссылкой на источник, близкий к президенту Зеленскому, пишет о том, что украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Украина стремится начать разговор с Россией, провести переговоры об обмене пленными по принципу всех на всех, продовольственной безопасности и ядерной безопасности. То есть, по сути, это те три вопроса, которые выносились на обсуждение в рамках первого саммита мира. А вот по поводу этой почвы давайте рассуждать, насколько она благодатная, плодородная. Что может предложить Украину? Если в России не случится какой-то глубокий политический кризис, Россия, так же, как и Украина раньше, не пойдет на переговоры, имея слабые позиции. Она просто скажет, давайте продолжать воевать. Но это то, что сейчас происходит. В современной истории российской только один раз Ельцин в Хасавюрте шел на переговоры с чеченцами тогда, в слабой позиции. Путин, на моей памяти, ни разу не шел. Нужен глубокий внутренний политический или глубокий экономический кризис внутри России для того, чтобы она пришла на переговоры в нынешних условиях. Значит, она не пойдет. Пока она не сможет вернуть, как минимум, Курск, Курские территории, она не пойдет на переговоры. Понимаете, еще одним результатом Курской, на самом деле, операции, которую мы еще сейчас не осознаем, стало то, что, зайдя на Курскую область, мы теперь из этого региона не сможем выйти. Объясняю. Мы или вынуждены будем постоянно удерживать эту территорию, ведя интенсивные бои, или даже если мы начнем отступать, российская армия вслед за нашими вооруженными силами пойдет наступать в Сумскую область. То есть этот регион теперь до конца войны полноценная линия фронта. Не теплый, там не зона работы ДРГ, а если мы будем оставлять этот выступ, российская армия вслед за нами полезет на Сумы, на Чернигов, куда-то еще, понимаете? Это уже полноценная линия фронта, такая же, как Харьковское направление, или Запорожское, или Донбасское направление. Именно поэтому в России принято решение создать вот эти три новые группировки – Бранск, Белгород, Курск. До конца войны это уже линия фронта. Те же российские военкоры, кстати, писали, утверждали о том, что вооруженные силы Украины пытаются как-то вот раскачивать ситуацию на Запорожском направлении, потому что Запорожская АЭС, Токмак. Ну а когда мы слышим про Токмак, то у меня вот деживю, и вспоминается все то, о чем говорилось в прошлом году в рамках подготовки к контрнаступлению, которое известно, чем закончилось. Ну потому что решения войны нет на Донбассе или в Курской области. Это тактические шаги. Но если украинские вооруженные силы, например, перерезали бы сухопутный мост в Крым, и зашли бы на территорию Крыма, это уже один из ключевых сосудов артерии этой войны. Это уже могло бы иметь стратегические политические последствия, в том числе на формирование договоренностей в новых условиях. То же самое для российских вооруженных сил. То есть если российская армия даже захватит весь Донбасс или Харьковскую область, не ведет к завершению войны, даже зайдет в Днепропетровскую область. Но вот если российская армия снова полезет на Киев или захватит все левобережье, например, Днепра, это может иметь стратегические последствия на переговоры. Вот поэтому темы, условно говоря, Крыма, сухопутного моста, Киева, они будут постоянно звучать, постоянно подниматься, все понимают, что там ключевые артерии, перерезая которых, можно завершить войну. Вот британское издание «Телеграф» пишет о том, что если Украина будет удерживать Курский фронт, то в следующем 25-м году будет иметь шанс пойти в наступление на своей территории. Для этого должны сложиться еще несколько условий. Москва, ощущая неослабевающее давление на Курском направлении, может продолжить оттягивать силы с других фронтов. Российскую армию уже привлекли в Курскую область, некоторые из силы из Херсонского и Запорожского направлений и из Крыма. В этот момент россияне продолжают захватывать территории в Донецкой области. И, как пишут журналисты, Россия считает донбасское направление приоритетным, не спешит сейчас забирать с него подразделения на защиту Курска. Также вооруженные силы Украины могут воспользоваться ослабевающие под ударами украинских дронов и ракет противовоздушно-обороны Крыма и исходами из него Черноморского флота. Не исключено, что следующей целью для Киева станет именно Крым, и в частности Крымский Керченский мост, который, вероятно, скоро будет разрушен. Но по поводу скорого разрушения Керченского моста мы, по-моему, это слышим с 2022 года. Нам говорили, что стопроцентно летом будет разрушен. Лето, правда, еще не закончилось полностью. Еще есть время какое-то. Крымский мост – это символическое место. И хотя с военной точки зрения он уже имеет меньшее значение, но с точки зрения военно-политической, действительно, это символическое место, и Крым, конечно, будет стремиться его разрушить. Но эта работа в том же направлении нанесения политических, символических, глубоко социальных ударов, информационных ударов по российскому общественному сознанию, которая является ключевой целью сегодня в этой войне. Потому что его дестабилизация действительно может привести к смене политического режима в России, ну и победе Украины, западных союзников над Россией в том или ином формате. Only way. То есть только-только таким способом. Только-только таким способом. Я не знаю, сможет ли Украина накопить достаточно резервов для наступлений в следующем году, поскольку мы понимаем, что Украина сейчас теряет значительную часть тех резервов, которые есть и в Курской области, и в других наступлениях. Нет паузы в войне, которая позволила бы накопить значительные резервы. То, что накапливается, сразу идет в топку фронтов. Ну и поэтому, мне кажется, в какой-то мере это домыслы, это попытка сказать, что ситуация... Такая же публикация была еще более оптимистичная в Телеграфе, The Telegraph. Попытка сказать, что все прекрасно, что все идет по плану, Украина побеждает. Нет смысла останавливать войну. Потому что ты тогда откажешься от достижений в будущем. Британские медиа в этой части, они всегда наиболее радикальные, они наиболее оптимистичны, оптимистично радикально. Ну а по поводу Крыма, который считается сакральным местом Путина, но если мы будем вспоминать там события 2014 года, определенные конспирологические версии, что Обама и Байден глазом не моргнули и позволили России захватить Крым. Другие говорят о том, что это украинская сторона в тот момент, люди, которые находились при власти временно, они Крым сдали. Как события могут развиваться относительно Крыма в будущем, беря во внимание текущее положение дел? С Крымом тут всегда была полуправда. Да, западные союзники Украины проглотили ситуацию с Крымом и США, но с другой стороны, что они могли сделать в тот момент? В 2014 году, в отличие от 2024, им в Украине не на что было опереться. Не было боеспособных вооруженных сил, не было политического лидерства, которое было способно завязать бои с Россией и за Крым. Что западные союзники могли сделать? Отправить свои войска, так они до сих пор их не отправили. Поэтому тут комплекс факторов. Да, Байден, Обама, Европа закрыли на это глаза. Продолжили сотрудничество с Россией, вели какие-то ограниченные санкции, начали строить Северный поток и два, и все остальное. Но с другой стороны, надо понимать, а что они могли сделать в тот момент? Мало что. Крым, знаете, вот если брать эту... Это противостояние, брать его в таком сказочном режиме в виде разных уровней, как в той сказке, помните, там утка, заяц, сундук, утка, заяц, потом яйцо, потом иголка. То Крым – это яйцо. Крым – это еще не иголка. Иголка – это определение места Украины и России в современном мире. Но Крым – это яйцо. Поэтому, конечно, западные союзники будут стремиться разбить это яйцо. Для того, чтобы выйти на финальный этап решения этой проблемы. Запад, особенно Британия, да и США, заинтересованы контролировать Крым в тольной мере. Через Украину, без Украины, с Украиной, через Турцию. Любым способом. Для того, чтобы контролировать торговые потоки в Черном море. Для того, чтобы иметь выход, удобную платформу, выход на Кавказ. По поводу наших западных союзников в лице Европы, Жузеп Буррель сделал достаточно интересное заявление. Говорит, что снятие запрета на использование Украины западного оружия для ударов по России может способствовать миротворческим усилиям. И также он рассказал, что в конце августа проведет встречу с руководителями Министерства иностранных дел и Министерства обороны стран Европейского Союза. Будут обсуждаться вопросы усиления поддержки Украины. А до этого заявления появилась информация, что Рамштайн возвращается. И 6 сентября состоится, по-моему, 24 заседание. А крайний Рамштайн был в середине или в начале июня. То есть в июле и в августе Рамштайна не было. Ну, во-первых, отпуска. Ну, особенно август месяц. Другой мир, нормальный мир, он живет в отпусках. В отпусках все были. А во-вторых, Рамштайн нужен для того, чтобы оценить и украинские потери в вооружениях, в технике во время Курского наступления, вообще летнего периода. И обеспечить компенсацию этих потерь. Необходимо для выделения новых пакетов помощи, скорее всего, в бронетехнике, в средствах ПВО, в артиллерии, снаряды и все остальное. То есть он будет уже резюмировать в какой-то мере Курскую операцию. Ну, и Покровскую тоже с другой стороны. Поэтому тут все логично. Не ожидаю, что Рамштайн что-то более расширит. Соглашусь с Боррелем в том, что предоставление вооружений, Украине дальнобойных вооружений, возможности наносить удары, например, атакамцами по Москве, приближает мир. Соглашусь. Но только давайте честно проговорим, как это приближает мир. То есть это приближает мир двуянку. Или это будет означать, что Россия примет большую часть требований Украины и Запада. Или это будет означать, что Россия ответит так, в том числе, возможно, ядерным путем, что война тоже закончится. Ну, Лукашенко, вспоминание его последней. Поэтому Боррель прав. Если добавить напалма в пожар, то сгорит скорее. Пожар скорее закончится. Но гореть будет интенсивней. Жертв будет больше в этом процессе. Он прав. Из-за искра возгорится пламя, да? Да, да. Ну, вот по поводу заявлений Лукашенко. Не зря я их вспомнил. Много чего он в последнее время там наговорил. Ну, то, что вот запомнилось, что Киев провоцирует Москву на применение тактического ядерного оружия. Но есть нюанс. Если Путин таки решится, то даже его союзники, мягко говоря, самого Путина не поймут. Возможно, возможно, нет. Это тоже очень распространенный миф. Ну, конечно, Лукашенко выступает на стороне России. Ближайший союзник. И Лукашенко не говорит о том, что Россия провоцирует Украину, проводя СВО на территории Украины. Правда же? Но применение ядерного оружия со стороны США в отношении Японии к чему привело? К тому, что союзники отвернулись от США? Или они выстрелились рядочком, согнув локти и колени, вымаливая внимание у нового глобального государства, у нового государства, которое способно применять вот такую силу? Это популярное мнение в нашем, особенно, сегменте о том, что если Россия применит ядерное оружие, то Китай все отвернутся от России. А не факт. Возможно, наоборот, все бросятся в Москву договариваться, успокаивать, обещать что-то. Только бы, чтобы Москва не продолжала, понимаете? Давайте снимать эти шоры. И розовые очки, да. И розовые очки. Не знаю. По поводу политики. Для Москвы, для Путина лично, применение ядерного оружия означает, что он отрежет все свое прошлое. Он в историю войдет, как применивший ядерное оружие. Если это принесет плюс России, то, возможно, как исторический деятель. Если минус России, то его будут проклинать еще веками. Для российских элит тяжело переступить этот барьер. С точки зрения того, как мир будет реагировать, я думаю, что не факт, что отвернуться. Наоборот, все пытаются гасить пожары, бросаясь в Москву и пытаясь угомонить и успокоить, что-то обещая. То есть возле Кремля может выстроиться очередь, да? Не реагируйте, враждебный ИПСО. Нас заставляют выполнять минские соглашения. Еще один популярный тезис, что Китай не позволит Путину нажать на эту кнопку. Китай не может позволить и не позволит. Китай не имеет такого влияния в России. Это тоже стереотип. По поводу наших западных союзников, Блумберг расстраивает нас. Конечно же, пишет о том, что некоторые страны НАТО не выполнили обещание предоставить Украине системы ПВО. Агентство напоминает, что в июле на саммите Альянса его члены пообещали в скором времени предоставить Украине системы ПВО и другое вооружение. В частности, по меньшей мере, 5 ЗРК «Патриот» и их аналогов, а также десятки средств меньшего радиуса действия. Однако, по данным источникам, большинство поставок вряд ли состоится косме, когда Россия, как ожидается, усилит обстрел критически важной инфраструктуры. Речь идет об объектах энергетики. Но вот у нас уже заканчивается лето, а обещания были даны в середине июля, саммит НАТО, мы помним все. Это бесконечная история. Напомню, помните, даже наше руководство говорило, что даже к контрнаступлению на юге Украины прошлого года Украина не получила все, что было обещано. Президент говорил, что у нас там стоит 7 или 8 безоружных бригад. Все эти поставки, которые обещаются сначала громко, прокатываются по 10 раз в наших медиа, все они в дольной мере задерживаются потом. Больше, меньше. Есть поставки, которые задержаны на полтора года. Ну, насколько я знаю. Полтора года. От обещанного, подписанного. Это всегда так работало. Обратите внимание, президент начал давить и на Британию даже, и постоянно звучат со стороны его команды заявления о том, что не вовремя, недостаточно. Война не знает отпуска, да. Да, война не знает отпуска. Поэтому мы как-то анализировали, ну, правда, это был анализ где-то конца прошлого года, что разница между обещанным и поставленным, но это касалось финансовой помощи, было в два раза. То есть мы получали половину из того, что обещали. То есть еле-еле 50 процентов. Да, даже меньше там было 50 процентов. И, ну, вот так это работает. Бюрократии, деньги, все пытаются поймать какую-то выгоду, оформить подороже. Скоро, с учетом того, какие цены на вооружение для Украины формируются, ну, они прокатываются за чужие бюджеты, но формируются. Скоро у меня такое впечатление, что мы будем стрелять золотыми снарядами из цельного золота. Ну, мы же понимаем, что раз уж существуют такие подходы, они применяются, то ожидать кардинальных перемен. Ну, Зеленский давит на западных союзников. Быстрее давайте, вы обещали. То есть, эта публикация еще один элемент такого давления. Это правда. Ну, вот оно так работает. Оно так всегда работало. Ленд-лист для Советского Союза работал так же. Для очень долгих бюрократических систем, никто не спешит. Отпуск, день национального единства, не знаю, Пасха, ну, Рождество, Запад живет в своем ритме, вот поверьте, в очень расслабленном ритме до сих пор. Ну, что же, дорогие друзья, будем завершать. Руслан, огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Руслан Бортник, известный украинский политолог, был вместе с нами на Укрлайф ТВ. Если не подписаны на наш канал, подпишитесь, лайк этому видео поставьте и на авторский аналитический канал Руслан Бортник в Ютьюбе. Я также прошу вас всех подписаться. До новых встреч, берегите себя, до свидания.